Добрый день, друзья! Мы находимся в ЖК Фамильный, и сегодня я вам покажу ремонт, необычный ремонт, ремонт, который сделали узбеки. Бригада узбеков работала, и стоимость этого ремонта 14-15 тысяч за квадрат. Но сначала в коридоре покажу, какую здесь сделали красоту. На квартире не буду показывать этаж, и все не скажу тоже. Посмотрите, это обрамление двери, вот так вот сделано, оформлено. А когда человек выходит из своей двери, он видит вот такую красоту. Я когда это увидел, я был просто восхищен. И классно, когда люди у места общего пользования украшают такими вещами. Ценник я не помню, мне мастер озвучивал. Мы просто первый раз на эту квартиру приходили, когда только это все делалось. Очень красиво. Теперь мы заходим на всему квартиру уже. Здесь дверь была под замену. Никаких там вот моментов, чтобы было видно, что и меняли, нету. Ну что, здравствуй, Илья! Всем привет! Расскажи, действительно ли эту квартиру сделала бригада узбеков? Ну я скажу, что, во-первых, квалифицированных узбеков. Да, у нас есть несколько бригад узбекской национальности. Ну, мне за них не стыдно, я готов показать, как они работают, что они делают. И на самом деле выполняют работу очень чисто. У нас сложилось такое мнение, что если в узбеке, это значит сразу дешевый ремонт, некачественный ремонт. Ну, как-то так, то есть говорят, а тебе сделали узбеки, ребят. Ну, теперь давайте посмотрим по факту, что среди всех есть прямые руки, есть кривые руки. Давайте вот прямо будем глядеть и смотреть во все глаза и читать потом ваши комментарии. Мастера вот этого, который нарисовал эту художественную просто, не знаю, картину, номер вы, если что, можете спросить у Ильи. Также, если вас интересуют ценники на какие-либо материалы работы, пишите комментарии, либо просто ставьте свой номер телефона в комментарии, вам Илья перезвонит и расскажет все, как, почем и где. Ну, а теперь начинаем. Ну, да, я также хотел подытожить, ты там говоришь, что там это дешевая рабсила. Я считаю, что мастер, который хорошо знает цену своей работы и как бы ее хорошо выполняет, никогда за какие-то там дешевые суммы ее делать не будут. То есть ребята абсолютно нормально разговаривают, во-первых, по-русски, общаются с клиентами, ведут общение и, естественно, за свой труд получают абсолютно так же, как нормальный хороший мастер. Так, сколько квадратов данная квартира? 60 квадратов, будем говорить, она в целом, ну, от застройщика там 58 было, а сейчас 60, 64, 62, там, то есть везде по-разному, немножечко площадь разнится, да. Площадь, я сказал, цена данного ремонта примерно 15-16 тысяч. А даже больше, я сказал, 4-15, а вот 15-16. 15-16, да, потому что материалы, на самом деле, здесь, ну, такого премиального, я считаю, качества, то есть довольно недешевые и, ну, и не прям такие, вау, дорогие. То есть в целом в 15 тысяч, то есть в такую квартиру можно сделать, это без учета мебели, естественно. Так, начинаем с прихожей. Здесь, открой, пожалуйста, счетчик, посмотрим, что там установлено, как это сделано. То есть, здесь у нас стоит регрант, ну, и по стандарту, как Женя все делает. Здесь под слаботочку будет выведен у нас роутер сверху и розеточка под него. Так, смотрим, по верху у нас натяжной потолок и сделан багет. Багет, я смотрю, взяли широкий. Мне, честно, тоже нравятся такие багеты. На потолках они смотрятся очень красиво и оттеняют, как бы, потолок именно от стен. То есть, тебе получилось симпатично очень. Да, в принципе, вся квартира в таком стиле. То есть, здесь и обои так подобраны, и люстры, и кухонный гарнитур. То есть, делаем, что он, в принципе, одно другого дополняет. Ну, посмотрите, как углы зарезаны. Снизу, я смотрю, здесь нестандартный. Взяли высокий плинтус на пол. Ну, и здесь полностью на всю площадь сделан ламинат без порогов. То есть, по всей квартире. Ламинат уложен видным контуром по всей квартире, кроме ванной. Так, смотрим за резку дверей. Здесь у нас магнитные замочки. И здесь замочек отдельно на эту дверь имеется. И плюс 100, просто магнитный. Слушайте, я, короче, вот на этих обоях, я всегда бы не хожу, и стараюсь где-нибудь что-нибудь найти. Я пытался найти шов. Смотрите, я очень медленно показываю видео в 4К. Если вы это сделаете, пожалуйста, напишите в комментариях. Я реально не вижу. Просто не вижу. Отвечаю. Вот как есть. Смотрим на откосы. Откосы оклеили обоями здесь тоже. Что является тоже неплохим решением. Главное, чтобы не было сильной влажности. Здесь мы, когда зашли, очень жарко. На самом деле. И мы открыли окна, чтобы нормально себя чувствовать, чтобы не вспотеть. Здесь выведены бра. То есть, работаете? Работает. Здесь будет, значит, стоять кровать. Я думаю, сама собираю спальню. Тоже спальню посерединке. Кстати, многие говорят, что не надо делать возле кухни. Здесь сделано тоже так. И с той стороны у нас сделана слаботочка и электрика под телевизор. Так, идем в следующую комнату. Здесь, причем, смотрите, зонирование сделано. Одна стенка другими обоями сделана. Именно та, на которой будет кровать стоять. Так. Давай. У нас это зал теперь, да? В зале здесь немножко уже ушли от привычного нам. Здесь есть такие вот споры полиуретана, я так понимаю. Да, по-моему. Сделаны вставки. А что будет в этих зонах, или? Ну, вот здесь будут находиться диван. Здесь, естественно, телевизор. И, ну, это просто как бы одно группу выполняют. В целом, что когда... Декоративно сделано, очень красиво. Здесь ни шкафов, ничего не будет, естественно, стоять, потому что шкаф будет в той комнате. И, ну, будет очень много места, где поставить шкаф в прихожую, на самом деле. Также здесь присутствуют два балкона. Смотрим тоже на откосы. Закладная под штору. Шторка будет висеть. Люстру еще, так смотрю, не сделали. Наверное, будет красивая какая-то. И кондиционер фирмы Гли. Такая же, как и у меня. На моей квартире. Так. Ты все-таки решил? В смысле? Я уже поставил. Включение, да? Конечно. Я пообщался со многим. Меня с Женей убеждал. Потом я пообщался с знакомыми кондиционерщиками. И сделал точно так же. Так, здесь у нас уже сделана сушилка. Кстати, в последнее время ноги ставят с потолка. На самом деле, очень удобно. Да, мне тоже. Моей жены в Курске также с потолка сделал. Немножко другая система. И я тоже такую, скорее всего, буду делать. Так, смотрим, где все. От штукатуры наклеена обойми. Ну, холодная лоджиа получается. Она не утеплялась, да? Нет, утеплялась. Значит, не будет холодная. О, как. И это сделали. Так. Розеточка. Выключатель на лоджи. Тоже все предусмотрели. И два софита в потолке. Вот так вот. Так. Двигаемся дальше. Но теперь, наверное, давай санузел. Потому что кухню я хочу оставить напоследок. Я честно, ребята, эта кухня заставила меня пересмотреть мою электрику. То есть, я объясню, что я переделал себе. И я вдохновился именно вот этим решением. Мне очень понравилось. Прямо, конечно, у меня нет таких пространств на кухне. У меня поменьше она длину получается. Но надеюсь, что что-то тоже получится. Итак, санузел. Здесь у нас вывод и выпуски под стиральную машинку. Она здесь будет стоять в угол пушка. На дне для порошков и так далее. Всего сделана такая вот душевая кабинка. Там у нас отделена она причем плиточкой. Видите, там другой цвет у нее сделан. Это декор какой-то некий. Нет, ну все равно симпатично, красивенько. Зеркало такое же, как у Евгения на 40 лет победы. Мы покупали вот эти софиты. Мне тоже не нравится. Недопорисунок создают на потолке очень красиво. Здесь четыре штуки софита. Так, розетка там. Розетка под у нас получается фен. Вот в таком духе все у нас сделано. Все уже по местам. Электрический полотенцесушитель. Здесь место под стиральную машину. Дверцы тоже можете и здесь обратить внимание, как подвеска сделана. Здесь честно я отхожу. Ну если я чего-то не заметил, пишите. Если мне, допустим, я пришел в квартиру, мне сдали такой ремонт. Я пускал, ребят, спасибо. Я причем пытаюсь помедленнее водить камерой, чтобы ни один нюанс, момент от вас не ушел. Но это царица. Просто царица, ребят. Фантастика. Кухня мечты. По-другому ее, честно, не назвать. Тут очень много таких нюансов, на которые обращаешь внимание. И у меня прямо честно вурашки по к телу. Блин, как же круто. У меня нет таких площадей, к сожалению, на кухне. И смотрите. Я пришел сюда и увидел вот такую вэшч, которая называется микроволновка встроенная. То есть у нас в планах было с женой вот так сделать розетки. То есть у нас это есть, они останутся, эти розетки. И повесить микроволновку. Когда я пришел, думаю, господи, живем в 21 веке и мы будем делать такую страшную вещь. Я розеточки сместил еще себе, сделал одни. И сделал микроволновку, она будет стройка. То есть у меня единственная будет духовка под плитой. А микроволновка будет отдельно, также возле холодильника, с другой стороны. У меня, конечно, останется крайне мало места для чего-то порезать. Ну, примерно вот столько же, наверное. Потому что в углу у меня будет раковина. Но вот это вот просто фантастика. Пойдите. Ай! Как вам? Крутяк? Открыл, закрыл. И как это выглядит? И рядышком с холодильником это будет просто фантастики. Здесь, подожди, и тут кухня. Я подпадеваюсь, просто сколько. Илья, вот как будешь делать ремонт себе, ты все поверешь. Почему вот настолько, знаешь, вот раковину я такую вообще ни разу не видел. Не могу даже понять, для чего вот это маленькое отделение. Не знаю, кружки мыть там или еще что-то. Здесь, с этой стороны у нас все, именно шкаф. Открой, пожалуйста, посмотреть, что там. Такой огромнейший шкаф. Да, посудки будет. Нижние шкафчики. Ну и там духовка. Вытяжка у нас над плитой. Так, собственно, все. И под каждую зону, смотрите, там две и там три розетки. Очень много приборов. Здесь у нас выведена слаботочка под телевизор. Можете смотреть. Тоже тот же багет сделан под потолком. И также, вот видите, как в зале у нас есть такая вот зона красиво оформленная. Здесь я еще хочу, чтобы наша кухонка была в разы меньше за счет того, что здесь был оконный блок, то есть и вторая лоджия была. То есть мы его сняли, эти моменты утеплили и вот сейчас, на данный момент, ну просто хочу людям, кто-то говорит, там радиатора не хватит, здесь нету теплого пола в квартире. Мы зашли тут жарко, не то что не холодно, жарко было, очень жарко. Да, и на самом деле вот утепленная стена и всего хватает. Да, здесь будет стоять холодильник, сделали на уровне закладной под штору, то есть здесь пойдет штора, она служит холодильником и вообще прекрасно получится. То есть видите, предусмотрено, она будет рядышком с холодильником. И это хорошо, что бог холодильника будет свободный доступ воздуха, потому что холодильнику надо дышать. Это если вы, допустим, не знали. Тут, кстати, под духовкой, я так понимаю, ну выдвинь этот шкаф, пожалуйста. Сделан шкафчик посуды. Причем у нас, я так понимаю, хорошие долучки. Под духовкой тоже посмотрим, что так. Ну, кухня довольно-таки не дешевая, она порядка 300 тысяч стоит, 300 с копейками, даже с мебелью. То есть вся, не вижу, фигу, правда. Посудомойка, блин, я в жизни не сказал, что там посудомойка находится. Ну, в техниках строения. Угу. Здесь сушилка. То посудомойку подключили в стороне. Такая красота. Здесь, естественно, под минутой ложки. Все, с долучки. А вот этот, открой, что тут? Вот этот? Да. Просто шкафчик. Ах, кухня мечта. И вон тот еще верхний над холодильником. Интересно, как он сделан. С газовым лифтом. Так. Ну, собственно, здесь также сплит-система. То есть тоже в каждой комнате сплит-система. Потому что, еще раз говорю, у нас зонирование климата очень важно в Анапе. Очень красивая мебель. Ну, вот, ребят, если бы я вам в начале видео не говорил о том, что это работа ребят с Узбекистана. Ну, просто вы хоть раз могли бы себе сказать, что да, это действительно так. Потому что, еще раз говорю, у нас есть стереотипы. Вот и я к этому привык, когда работал на стройке. О том, что делают там дешево и плохо. Вот вам дорого и хорошо. Ну, по факту. Если нет, я хочу поддискутировать с вами прям очень сильно. Что у тебя есть добавить, рассказать? Я тут просто сам сделал экскурсию по квартире. Да, в принципе, нет ничего. Я думаю, ты уже все сказал. Я даже дополнить нечем твои слова, на самом деле, да. Есть, опять же, говорю. У рабочих, а есть те, которые подрабатывают. А есть, на самом деле, специалисты, которые знают свою работу. И которые профильно, узкопрофильно занимаются своим делом. К нации я не подираюсь. Вообще нет. Я привык, что у нас многонациональный здесь край. И вообще, в этом смысле нет никакого. Я именно о стереотипах. Не значит, что не умеют делать, умеют. И, на самом деле... Слушайте, меняюсь до года, не глядя. Все. Всех приглашаю в нашу компанию. Напоминаю, что 28 декабря через... Это, наверное, видео выйдет как раз. Он может завтра. Ну, давай, приглашай. День-два у нас осталось до розыгрыша. Всех приглашаю поприсутствовать на нашем празднике. Также заказывайте у нас ремонт. Покупайте с нами квартиры. Мы всегда рады вам. Номер телефона для звонка? 8 929 825 32 92. Это если вы не хотите полить свой телефон в комментарии, можете сразу просто позвонить и задать все интересующие вас вопросы. Или написать по WhatsApp, так даже проще будет. Да. У меня там больше 50 сообщений уже. С наступающим всех, друзья! Я сказал в каждом видео, буду вам этого говорить. Здоровья, счастья тем, кто будет жить в этой квартире. Низкий поклон просто восхитительно. Квартиры мечты. Я вот, когда снимал видео про ремонт, и не находился сам на стадии ремонта, у меня не было ремонта, ремонта, как жить. А сейчас я вот над каждой деталью думаю, как то, как это. И прихожу, и смотрю, и вам огромное спасибо за вот такую подсказку с микроволновкой. Все-таки 21 век, и пускай она лучше будет встроенной, чуть-чуть меньше поверхности для нарезки, но за то, как это красиво смотрится. Ну, я с вами все увидел. Всем пока-пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok